Всем привет! Ну что, сегодня Промусов впаяли 6 лет за контрабанду наркотиков. Давайте поговорим об этом. Вот сегодня завершилось решение Нидерландского суда, по которому Промусу дали 6 лет за контрабанду наркотиков. Он вроде как занимался там финансовой деятельностью, да? Ну мы все знаем всю эту историю, пересказывать ее смысла нет. Прокуратура требовала вроде как 8 или 9 лет, дали 6. Итоговый срок Промуса составляет 7,5 лет. Почему 7,5 лет? Потому что Промусу дали 1,5 года за ножевое ранение своего брата, если кто не знает. Там тоже прокуратура, по-моему, 4 года требовала, дали 1,5 года. Итоговый срок 7,5 лет. Что дальше? Экстрадирует ли Промуса в Нидерланды? Нет. Не экстрадирует, потому что договор между Россией и Нидерландами не существует об экстрадиции. Дадут ли гражданство России Промусу, как он хочет этого, да? Много лет, да? Нет, тоже не дадут. Почему? Потому что Россия не дает гражданство людям, обсужденных в других странах, если кто не знает. Дадут ли или продлят визу Промусу? Тоже нет. Потому что аналогичная статья есть в законе, что Россия не продлевает визы людям, осужденных в других странах. Что будет с Промусом? Скорее всего, депортирует. Он депортирует ту страну, в которую он захочет уехать. А есть множество стран, в которых не существует выдача людей, то есть экстрадиция, по запросу Нидерландов. Такие страны существуют. Ну, например, страны Латинской Америки. Вот такая история, если так вкратце говорить. Вот. Какова позиция Спартака по поводу всего этого? Позиция Спартака заключается в том, чтобы укрывать всех бандитов. Почему? Потому что сам по себе Спартак, он был основан бандитом, банд-группой, если кто забыл. Братья Старостин, это была большая бандитская группировка. По-моему, года три или четыре назад были рассекречены все архивы ФСБ по поводу всей этой истории со Старостиной. За что их посадили, за что? То есть, если кто не знает, я напомню, что это была банд-группа, которая занималась воровством продуктов. Вот. И они вокруг себя в Москве создали такую определенную банду. Ну, серьезного ПГ было там. Вот. Это, во-первых. Во-вторых, они занимались отмазыванием от фронта. То есть, это была война в 41-м году, да? Они занимались отмазыванием, то есть, созданием липовых таких белых билетов от армии, да? Вот. В первую очередь своим, да и в первую очередь за деньги. Вот. Это вот две статьи были. Ну, и третья статья, на которых они криминируются, да, это то, что они собирались встречать фашистов после того, как они возьмут Москву. То есть, старости никуда не уходили из Москвы, и они собирались, как бы, руководить Москвой после прихода фашистов. Это известный факт. Вот эти люди, да, основали Спартак, братья старости, чтобы вы знали. Почему в советское время их не посадили тогда? Ну, потому что тогда была борьба с культом личности Сталина. И решили их оставить на местах. Тогда многих оставили на местах, не только старости. Вот. Но факт в том, что, в принципе, в Спартаке снова бандит. Почему такая серьезная УПГ? Не просто там какие-то там воришки. Нет, это были реально бандиты. Вот. Сейчас это просто, ну, просто очередное подтверждение. Что вот снова укрывается уголовного преступника. Промыс – это уголовный преступник. Это не политический преступник. Нет. Не надо сравнивать Сноводена с Промысом. Это абсолютно две огромных разницы. Сноводен – это политический преступник, так же, как и Джулиан Ассандж, да? То есть, за его убеждение и тому подобное. Аналогичная ситуация, допустим, была бы Сновальна, да? Если бы там Нидерланды его укрывали. Я бы тоже считал бы политическим там, не знаю, диссидентом. Но это не имеет никакого отношения к уголовному преступнику. Промысо осудили за уголовное преступление. Уголовное преступление – это нападение, угроза жизни и ножевое ранение своего брата. Это во-первых. Второе – это контрабанда наркотиков в особо крупном размере. Больше полутора тонн там было. Как один. Который задержали, по-моему, где-то в аэропорту, по-моему, Теллиан-Твердберн, то ли где-то еще. Причем при контрабанде наркотиков Промысо занимал руководящую должность. Который отвечал за логистику и за финансирование. И его личный вклад там был довольно приличный. По-моему, 20 или 30 процентов от этой партии. То есть, если честно, ему в России бы дали пожизненный срок. В Амстердаме его... В Нидерландах его пощадили. И Амстердаме... То есть, его пощадили и дали всего 6 лет. Ну, в России за такое преступление дают очень большие сроки. Да пожизненный срок. Это железобетонный пожизненный срок. И я считаю это справедливо. Я считаю, что за наркотики нужно давать очень большие сроки. Вот. А Спартака, кстати, по поводу всего этого дела, да... Наркотического дела. Второго наркотического дела. Да? Промысо. Он же высказывался. Генеральный директор. Спартака высказывался еще, по-моему, полгода назад. Он сказал, что мы промысо прикрывать не будем. Если будет официально решение суда вступит в силу, то... В Спартаке он не будет играть, контракт будет разорван. То есть, Спартак, генеральный директор Спартака, он сказал, что контракт с промысо заключен так, что если решение суда вступает в силу, то контракт разрывается в одностороннем порядке. Вот. На самом деле, это, конечно же, лирика все. Это все лицемерие, лирика. Спартак не будет разрывать контракт с этим бандитом. Уголовный преступник. Это уголовный преступник. Промысо – это уголовный преступник. Все. Нечего. Два уголовных дела. Не одно. Одно было... Ладно, окей. Два уголовных дела. Это уже серьезно. Причем такие серьезные статьи. Ножевое ранение и руководство в контрабанде наркотиков в огромных размерах. Это серьезно. Это уголовный преступник самых больших масштабов. Вот и все. Тут нечего обсуждать. Ну вот. На мой взгляд, конечно же, Спартаку нужно разрывать контракт с промысом. Почему? Потому что Спартак – это гораздо выше, чем один какой-то игрок или личность даже. То есть я считаю, что Спартак, как клуб, он гораздо выше, чем там Романсов, чем Бестков, чем Джики, чем промыс. Почему один человек должен пятнать этот клуб? Даже если у него очень большие заслуги перед этим клубом. Понимаете, ребят, одна статья уголовная. Окей. Ну две – это уже серьезно. Причем такие статьи, что там ничего не сделаешь. Естественно, реакцию спартаковской общественности, спартаковских болельщиков, официальных спартаковских властей мы можем сразу сказать, что будет. Они, естественно, будут говорить, что спромы сильноват. Это все, там, происки, там, Газпрома, там, кого угодно, да. И будут говорить. Причем официально президент клуба наверняка выступит, скажет, пока судебного решения официально в силу не вступило. Почему? Потому что будет еще апелляция. Апелляция может длиться годами, да. И все это время промыс будет находиться в Спартаке. Вот так будет. Но это все, конечно, хорошо, да, это юридически-то все верно, да. Но Спартак себе пятнает вот этим уголовником. Это уголовник. Вот. И ничего хорошего из этого не выйдет. Это неправильно. То есть пятнает Спартак вот этим уголовником, на мой взгляд. Конечно же, контракт должен быть разорван. Ладно бы одно дело. Окей, одно дело. У нас есть футболисты в РПР, которые играют в них там за то, что они сбили там кого-то там, да, и их отсудили в других странах. По-моему, кто-то есть, да. Но это совсем другое, ребят. Одно... Это не... Когда ты кого-то сбиваешь, это ДТП считается, да. А другое дело, когда ты... Это ножевое ранение. Это первое. Второе, это серьезная контрабанда наркотиков. Вот. И по этим двум делам оставлять человека в Спартаке, я не знаю, это... Это сверх лицемерие. Хотя для Спартака это нормально, если клуб основал непосредственно руководитель банк-группы. Ну, это абсолютно нормально. Все будут хлопать сейчас. Я вот сейчас я вас уверяю, сейчас все болельщики, вся общественная Спартака будут говорить, что Промыс не виноват, это все происки, это все неправильно. Но на самом деле это лицемерие, ребят. Это лицемерие, вы укрываете уголовного преступника. Я повторяю, уголовного. Вот. Теперь в завершении немного расскажу вообще, что будет делать Россия и МИД. То есть, многие говорят, что Промыс получит российский паспорт, да, и он останется жить в России. Промыс не получит российский паспорт. По одной причине, что по закону Российской Федерации запрещено выдавать гражданца Российской Федерации лицам, которые осуждены в других странах. Вот. И об этом глава МИД Лавров сказал, что мы не выдадим ему паспорт, пока есть уголовные дела. Это невозможно. Так что не думайте, что там Промыс получит паспорт, да. Если кто-то думает, что мне тут писали, что Лукойл пролоббирует этот вопрос, и вот Промысу дадут паспорт, гражданца, ничего подобного. Лукойл в России ничего не значит. Вообще ничего. Это компания, которую в любой момент могут национализировать. И их владельцы это никто. Чтобы вы понимали, о чем идет речь, да. Вот. Поэтому никто Промысу гражданца не даст, и я думаю, после того, как контракт будет с ним разорван, его депортируют. Депортируют – это не значит экстрадировать. Это два абсолютно разных слова. Депортировать – это значит выслать его из страны, в которую он пожелает. Экстрадировать – это значит экстрадировать в ту страну, в которую на него отправят запросы, в частности Нидерланды. Скорее всего, когда контракт будет с Промысом разорван, его депортируют в какую-то из страны. Какую – не знаю. Возможно, в Китании. Возможно, в какую-то другую страну. Но вот такие расклады. Но тень вот этого говна, которого из-за Промыса, который обляпался, Спартак, оно остается говном. И чем больше Спартак оставляет в своем клубе этого уголовного преступника, повторяю, уголовного преступника, тем хуже для Спартака. Всем пока.